Добрый вечер! Новые меры поддержки населения. Индексация пенсии и пособий, дополнительные льготы для бизнеса, выплаты самозанятым, помощь, агрария, создание дополнительных рабочих мест и еще ряд конкретных поручений правительству. Президент страны Касмжом Артокаев выступил с телевизионным обращением казахстанцам. Главной из нового пакета беспрецедентной поддержки населения в материале Наталья Хоменко. Настоящие герои, которые спасают жизни. Первые слова. Обращение президента к медицинским работникам. Касмжом Артокаев сказал о принятых мерах материальной поддержки всем, кто сегодня на передовой борьбы с пандемией, в том числе полицейским и военнослужащим. Поблагодарил глава государства и весь казахстанский народ за терпение и поддержку. Ситуация в мире остается сложной, а потому и во всех регионах Казахстана усилены карантинные меры. Только так возможно удержать лавинное распространение страшного вируса, который сегодня проверяет на прочность все государства. Жизнь в режиме чрезвычайного положения приводит к издержкам. В первую очередь социальным. Бьет по карману простого народа. А потому основной блок обращения главы государства посвящен социальной поддержке граждан. Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы это прекрасно понимаем. Правительство и Акимы уже приступили к реализации первого пакета антикризисных мер. Понимая остроту ситуации, мной принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса. Первое. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге. Второе. Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта. Отныне минимальную зарплату смогут получать не только те, кто потерял работу из-за сложившейся ситуации, но и те, кто ранее работал неофициально или был самозанятым. А это по меньшей мере 3 миллиона граждан страны. Расширят и список тех, кто сможет получать бесплатные продуктово-бытовые наборы. Теперь это не только малоимущие семьи, но и инвалиды всех категорий и официально безработные. В производстве и доставке проткорзин задействуют местные компании. Кстати, поддержке предпринимателей в обращении президента особая роль. Для всех представителей МСБ на три месяца дается отсрочка по уплате всех налогов. Изменения коснутся и таможенных сборов. Словом, ряд уже принятых и озвученных новых мер поможет малому-среднему бизнесу удержаться на плаву и сохранить как можно больше рабочих мест. Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового времени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов малого-среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики на шесть месяцев с 1 апреля до 1 октября нынешнего года отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и так далее. Госкомиссия по чрезвычайному положению утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости. Озвучил президент и гарантии для отечественных сельхозтоваропроизводителей. Договор о закупе продуктов государства заключит как минимум на полгода вперед и обеспечит их льготным кредитованием. В свою очередь аграрии должны обеспечить необходимый объем производства, сохранить цены и не увольнять своих рабочих. А потому весенний посевной сегодня особое внимание. 70 миллиардов тенге выделено из бюджета на поддержку фермеров. Плюс еще 100 миллиардов распорядился президент направить на поддержку ставки по кредиту. Она не будет превышать 5% годовых. В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. Кроме того, ставлю задачу правительству по удешевлению цены дистоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дистоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей, фермеров. Работа так называемых операторов, через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна. Правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах. Особую ставку глава государства сделал на реализацию дорожной карты занятости. Ее проекты должны стать эффективным инструментом по трудоустройству населения и улучшению инфраструктуры. Для этого даже предусмотрены подъемные. 85 тысяч тенге дополнительно выплатят тем, кто в связи с высвобождением согласится приехать работать в другой регион. Словом, план поддержки граждан в сложное для страны время утвержден. Задействованы и все источники финансирования. Главное – расходование средств сделать эффективным и прозрачным, поручил президент и заверил. Государство никого не оставит без помощи во время особой обстановки в стране. Дорогие казахстанцы, я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия. Но эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим. Единство и сплоченность нашего общества придают нам силы и уверенность в том, что вместе мы преодолеем все трудности. Отдельные слова поддержки адресуются больным коронавирусом. Не отчаивайтесь. При всей опасности эта болезнь не является абсолютно фатальной. От нее излечивается. Мы, государство и общество, сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Этали Хаминко при поддержке телерадиокомплекса президента. Экстренные сообщения. Из девяти зараженных людей коронавирусом в Алматинской области двое являются жителями жилого комплекса «Асларман». Сейчас поступила информация о том, что по этому поводу, согласно поручению главы региона Аманды Кабаталова, идет разработка плана по закрытию ЖК до неопределенного срока. На место уже выехали заместитель Акима области Батаржам Байжуманов и главный санврач региона Кайрат Баймухамбетов. По прибытии на место они рассмотрят целесообразность введения карантина. О принятом решении будет сообщено позже на официальных интернет-ресурсах Акимата Алматинской области. В первую очередь рабочая группа изучит ситуацию на месте, поскольку этот вопрос требует детального рассмотрения. Здесь важно не допустить дальнейшего распространения вируса, при этом сохраняя все удобства для жителей региона. Носить маски и использовать средства индивидуальной защиты. Своевременно проводить дезобработку мест общественного пользования. Эти и другие пункты приказа главного санитарного врача страны подлежат неукосительному исполнению. Аким области, проводя онлайн-совещение с аппаратом, подчеркнул необходимость строгого соблюдения мер безопасности. Однако главная задача на сегодняшний день – поддержка населения. Президент четко обозначил 8 пунктов. И для этого в регионе разработан ряд мер. Их и обсудили сегодня в ходе видеоконференц-связи. Начать выплату дополнительных средств тем, кто сейчас на передовой в борьбе с вирусом, уже с этой пятницы поручил Аким области своим заместителям и руководителям соответствующих структур. Время тянуть не нужно. Необходимые средства для этого есть, отметила Мандыкбаталов. На особый контроль – социально уязвимые категории населения. Необходимо как можно быстрее составить списки тех, кто в период чрезвычайного положения остался без доходов. Вот пятницу выдайте. Деньги есть тем более. Бар вообще? Бар вообще. С завтрашнего дня начинаете эту работу проводить. Дополнительные меры по поддержке медицинских работников, полицейских, военнослужащих, включенных, военнослужащих, включенных, еще напиши другие работники, которые именно задействованы. А не допущение коронавирусной инфекции. Сейчас главное, чтобы люди почувствовали заботу государства, отметил Аким. А потому, кроме социальной поддержки, дополнительными выплатами необходимо обеспечить стабильные цены на основные продукты питания. Из 19 социально значимых продовольственных товаров – 17 собственного производства. А это значит, что ими должны быть обеспечены сравнительно крупные торговые площадки всех городов и сел региона. В области уже есть программа реагирования. Это, получается, финансирование в обороты компаний. Как первую очередь, это самих товаропроизводителей, также и, скажем так, мелкооптовые торговые точки в районах и городах нашей области. На сегодняшний день выделено уже 1 миллиард. Еще дополнительно порядка 1 миллиарда будет выделяться в стабилизационный фонд области. Планируется финансирование под 0,1% под банковский залог непосредственно товаропроизводителей, которые будут удерживать цены как у себя, так и в торговых точках. Поскольку основной контингент товаропроизводителей, а также сферы услуг – субъекты малого и среднего бизнеса, то им также необходимо оказать поддержку, поручил Аким области. У нас в области более 122 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках системной поддержки данных субъектов государством выделено более 5 миллиардов тенге в рамках дорожной карты. Вместе с тем дополнительно государством выделяется более 3 миллиардов тенге на субсидирование процентной ставки и предоставление гарантий по кредитам, поясняют специалисты. Кроме этого, субъектам малого и среднего бизнеса предоставляется налоговая преференция. Освобождение от уплаты налога на имущество до конца текущего года индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса, торговли. В гостиничных услугах также для субъектов микро-малого бизнеса до 1 июня представлена срочка по оплате всех видов налогов и других обязательных социальных налогов, платежей. Также имеется продление сроков по результатам проверок камерального контроля. В рамках антигризисного плана Фалматинской области местный бюджет Акимат области дополнительно выделяет 500 миллионов тенге. В рамках нашей региональной программы ЖИТСУ прорабатывается вопрос предоставления микрокредитов субъекта малого и среднего предпринимательства. Также планируется это осуществить без отраслевых ограничений. Необходимо особо поддержать тех, кто в этот момент остался без работы. 109 миллиардов 200 миллионов тенге в распоряжении региона в рамках дорожной карты занятости. Аким области поручил аппарату провести четкий подбор компаний, которые смогут обеспечить работой высвободившихся и в особенности молодежь. Эти деньги, вот представьте себе, 109 с лишним миллиардов тенге мы должны освоить. Это же не так просто. Ее можно освоить только при правильной организации труда. Чтобы ни один вопрос, вопрос отвода земли, вопрос освобождения помещений для реконструкции или ремонта, или текущего ремонта, или басхажа Мустарда. Понимаешь, бюрократизма чтоб не было. Все четко, понимаете. Все должно быть отработано. Чтобы подбор вот этих строительных компаний только надежных, только тех, которые могут правильно эти деньги реализовать и освоить. Тем более, что в области строится 23 школы и 5 учреждений здравоохранения. Однако на каждом объекте должно быть и строгое соблюдение санитарных норм. В рамках чрезвычайного положения в каждом районе сегодня налажен пошив медицинских масок многоразового использования. Они бесплатно выдаются людям в социально уязвимых категории и занятых на работах с вредными условиями труда. Нас Гульбошанов, Зал Нусипов, телеканал ЖТСУ. А тем временем в Алматинской области увеличили количество ограничительных постов. Таким образом, их общее количество составило 103. Из них 57 санитарных и 46 блокпостов соответственно. Помимо этого, отныне каждое авто проходит три стадии контроля. С проводимой работой по усилению мер санитарной безопасности ознакомился глава ЖТСУ Амандык Баталов. Отныне каждое авто, въезжающее в Талдыкурган, будет проходить три стадии проверки. На первый поток встречают полицейские. Правоохранители тщательно выясняют причину прибытия. Если в цели визита нет острой необходимости, стражи порядка имеют право отправить вас обратно. Задействовано где-то 455 сотрудников. Также туда задействованы солдаты срочной службы вооруженных сил и национальной гвардии. По всем районам усилили проверку автомашин. У нас имеется у сотрудников планшеты, когда вводят им каждого гражданина, выходит его прописка. Вот, например, взять город Талдыкурган. Если он прописан в Талдыкургане, его запускают. Если он не прописан, его возвращают по месту жительства. Также пропускают грузовые автомашины, которые перевозят строительные материалы, продукты питания. Если полиция дала добро, авто проходит дезинфекцию, а затем у всех пассажиров измеряет температуру. В случае отсутствия подозрений на какие-либо симптомы, то зеленый свет. Усиление мер необходимо, заявляет глава ЖИЦУ Амандык Баталов. Руководство области применяет все необходимые методы по недопущению распространения коронавируса в регионе. Амандык Баталов поблагодарил всех тех, кто сейчас стоит на передовой ради общего блага. Больше всего в зоне риска работники здравоохранения. За неустанный труд они непременно будут поощрены. 137 миллионов тенге выделено на надбавку медицинским работникам Алматинской области. Все без исключения получат дополнительные средства. Вне зависимости, в каком районе или городе он работает. Позже и полицейским дадут надбавку. Сейчас идут подсчеты. Поощрение получат все, кто стоит на передовой. Ряд работ руководство Алматинской области провело и касательно сферы логистики. Благодаря зеленым коридорам и специально отведенным дорогам любой товар будет доставляться в регион вовремя и в соответствии со всеми нормами безопасности. Цены приемлемы. Нигде не наблюдается необоснованного завышения цен или дефицита. Единственное с гречкой проблемы. Но это по всей республике. А так у нас все есть. Мы сейчас проработали такой момент, что в каждом районном центре или густонаселенной местности области есть сеть магазинов, которые реализуют 19 наименований социально значимых продуктов по доступным ценам. Вопрос этот держим на контроле. Дефицита нет. По данным главного санитарного врача Алматинской области, на территории региона создано 57 санитарных постов. На них несут круглосуточную вахту около 170 сотрудников Санэпидслужбы. За последние полторы суток проверку прошли около 30 тысяч человек и более 10 тысяч автомобилей. Кроме того, на контроль взяты все, кто прибыл на территорию области из карантинной зоны, отметил Кайрат Баймухамбетов. Сегодня по каналу Хабар-24 передавали якобы к общагае 800 контактных. Главный специалист управления районного озвучил, 799 человек находятся в карантине. То есть молодая девушка перепутала карантин с обзоном. То есть фактически, допустим, на этот период, с 20 марта, когда уже ограничения ввели в городах Нур-Султан и Алматы, вышли на нашу территорию 799 человек. Они находятся в телефонном обзоне. Состояние всех, жалоб нет, состояние удовлетворительное. Так что официально эту информацию я опровергаю. Всего в Алматинской области на карантине находится около 300 человек. На период 20.00 по времени столицы в регионе зарегистрировано 9 фактов заражения коронавирусом. Последний случай выявлен в Карасайском районе, в посёлке Эргеле. В целях недопущения распространения инфекции главный санитарный врач области планирует внести постановление на отцепление жилого комплекса «Асаларман». Всего это более 20 многоэтажных домов. С увеличением статистики заболеваемости коронавирусом, всё большим спросом в аптеках пользуются средства индивидуальной защиты – маски, антисептики и перчатки. Центральная аптека города Талдыкурган старается по возможности удовлетворить этот спрос и в первую очередь обеспечить средствами защиты уязвимые слои населения. С этой целью совместно с городским центром занятости они организовали бесплатную раздачу масок. Следует отметить, что реализация средств защиты ведется по установленным государственным ценам – 87 тенге за маску. Есть в продаже и более дорогие экземпляры повышенной защиты. Не забыли и провизоры, и о ветеранах, и инвалидах Великой Отечественной войны, которым на дом доставили необходимые антисептические средства. Сегодняшнее наше мероприятие заключается в том, чтобы призвать людей таким образом к самозащите, чтобы люди как-то более сознательно относились к своему здоровью. В данное время бывают такие ситуации, что люди не могут себе позволить что-то приобрести, средства защиты. И мы в свою очередь, а в своей организации, мы стараемся каким-либо способом им помочь в наше такое нетрудное время. И призываем, чтобы люди берегли себя. С 1 апреля на территории Алматинской области введены дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. В новом режиме заработали и стражи порядка, а к уличным патрулям добавились военные полицейские, рассказывает Антон Хатиновский. Раннее утро. На плацу управления полицией Талдыкургана развод по местам несения службы дополнительных нарядов, в число которых вошли сотрудники военной полиции. Ежедневно на улицы города будут выходить 96 сотрудников военной полиции. Службу нести они будут в две смены. Главная задача – это следить за выполнением требования режима ЧП, объявленного президентом. Свою службу все задействованные силы должны нести согласно закона, а в обращении с гражданами быть вежливыми и внимательными. И лишь в исключительных случаях применять крайние меры. К ранее утвержденным маршрутом патрулирования добавились дополнительные мобильные посты. С 1 апреля по городу Талдыкурган начинают работать дополнительно 8 мобильных постов. Это дополнительно к 4 стационарным санитарным постам. Патрульные группы будут нести свою службу в общественных местах. Особое внимание будет уделяться нахождению на улице граждан пожилого несовершеннолетнего возраста. А также наличие у граждан защитных средств как в общественных местах, так и на автотранспорте. На сегодняшний день за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 5 граждан. Дополнительная нагрузка легла и на плечи участковых инспекторов, которые будут вести в участковых пунктах прием граждан и разъяснительную работу в общественных местах. Улицы областного центра опустили. И те немногие граждане, которые сегодня передвигаются, по ним в основном соблюдают. Правила рекомендованы санитарными врачами. Полицейские пока что к нарушителям жестких мер не применяют и ведут в основном профилактическую работу. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ. При содействии Пресс-службы департамента полиции Алматинской области. И в конце выпуска к другим темам, которые не касаются коронавируса. Сегодня в Алматинской области начал функционировать сервисный центр «Антикурорт-АЛГ». Учреждение открылось в рамках реализации концепции слышащего государства. Отныне в нем жителям региона будут оказывать всяческую юридическую и правовую помощь. Также центр станет открытой диалоговой площадкой для гражданских инициатив. С работы объекта сегодня ознакомился глава региона Амандык Баталов. «Открытие сервисного центра – явная демонстрация реализации концепции слышащего государства. Ни ворот, ни заборов, ни решёток и каких-либо иных ограждений нет. Всё открыто и доступно. Быть ближе к народу и помогать гражданам решить наболевшие проблемы – вот чего требует от государственных служащих президент Хасымжумар Тукаев». Того же мнения придерживается и глава ЖТСУ Амандык Баталов. Ведь именно при непосредственной поддержке Акима Алматинской области данный проект воплощён в жизнь. «Каждого пришедшего гражданина необходимо внимательно выслушать и разобраться в его проблеме. Только тогда мы сможем решить ряд вопросов. Работа центра производится в формате open space. Это очень хорошо. Благодаря прозрачным кабинетам люди видят, какая работа проводится. Помимо этого, не будет возникать необоснованных очередей. «Прошу всех сотрудников не проводить формальных приёмов. Каждый вопрос нужно доводить до конца. И обратившийся должен получить удовлетворительный ответ. Конечно, всё в рамках закона». В центре созданы все условия для безбарьерного передвижения инвалидов. Предусмотрен комфортный зал ожидания как для взрослых, так и их детей. Появился у сотрудников антикоррупционные службы региона и собственный пресс-центр. Здесь будут проходить брифинги, общественные слушания и ряд иных мероприятий. Всего в учреждении работает 10 человек. В их специфику входит оказание юридической и правовой помощи. «Этот концерт – центр открыт для того, что мы показываем. Мы открыты, как правоохранительные органы. В республике, вы все знаете, правоохранительные органы все как бы закрыты. Мы показываем народу, что мы доступны. Сейчас в чрезвычайном положении мы перешли в нашу работу, перевели полностью в онлайн-формат. То есть мы, которые у нас имеются несколько этих проектов, в основном это основа у нас «Джет-Суадал-Калане» и другие все проекты, мы будем проводить здесь. На втором этаже у нас расположен пресс-центр, где будем проводить онлайн-конференции, еженедельные итоги нашей работы. Вся работа в последующем с общественниками, со средствами массовой информации, все будет проходить здесь. Весь прием граждан области нашего города, наших жителей будет проводиться здесь. Прием граждан по интересующим их вопросам проводится в сервисном центре в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Также в случае каких-либо вопросов и консультаций жители могут обратиться на сайт антикоррупционной службы или позвонить в колл-центр по номеру 1424. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал «Джет-Су». Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания и оставайтесь дома. Субтитры создавал DimaTorzok